Всем привет, меня зовут Карина, и сегодня мы с вами будем делать упражнение 6.1.1.5. Для этого переходим в учебник и скачиваем инструкцию, перейдя по ссылке и нажав кнопочку скачать, как обычно, а также ПК-файлик. Вот он, он быстро скачается и сразу же открываем. Мы сегодня будем смотреть, что такое широковещальная рассылка и как она работает. Вот наш ПК-файлик уже почти открылся, и нам здесь нужно ввести имя, email и группу. Готово. Наше задание перезагрузилось, вот наша инструкция, которая открылась в ПК-файле, мы можем ее закрепить. Смотрим. И первое, что нам нужно сделать, это щелкнуть по PC1, Desktop, командная строка. Здесь нам нужно отправить пинг-запрос на IP-адрес 192.168.1.8. Я просто скопирую, вы можете переписать. Если вы скопировали, и у вас запрос неудачен, посмотрите, чтобы в конце пинга в IP-адресе не было точки. В конце. Наш пинг-запрос удачный. Вот даже написано, что он должен был успешным. А мы двигаемся дальше. Нам нужно перейти в режим симуляции. Он находится в нижнем правом углу. Я могу заступать немного, но думаю, вам будет видно. Я перемещу эту панельку в другую сторону, чтобы было все видно. Вот так. И теперь нам нужно нажать кнопку Edit Filters и посмотреть, чтобы нигде не было галочек. Вот. И теперь нам нужно выбрать ICMP. Вот. Выбрали. Закрываем. Теперь внизу этого окошка, там, где Event List Filters, должно быть только ICMP. Готово. Дальше нам нужно выбрать Add Complex PDU. Чтобы его выбрать, в верхней панельке находим открытый конвертик. Нажимаем по нему. И щелкаем по описи 0. У нас появилось новое окошко, в котором нужно указать широковещальный IP-адрес, который стандартный. Это 255, 255, 255, 255. Дальше Source IP-адрес мы пропускаем и указываем C-Security Number или порядковый номер. И последнее, что нам нужно указать, это время однократного события. Также нам обращают внимание, что у нас бывают разные applications. Мы будем использовать PIN, но здесь есть много разных. И у вас даже будет вопрос, какие типы applications бывают. А мы нажимаем кнопку Create PDU. Destination. Так, копируем еще раз широковещальный IP-адрес. Create PDU. У нас разбилось. Так бывает. Secure Insights 1 и OneShot Time 0. Готово. У нас появился пакетик. И в Simulation панель у нас тоже появилось одно событие. Я сделаю пошире, чтобы было все видно. Вот он. Смотрим, что нам нужно сделать дальше. Нужно два раза нажать кнопку Capture Forward и посмотреть, что будет происходить с пакетом. Вот эта кнопка. Нажимаем раз. Нажимаем еще раз. И мы видим, что пакет сначала переслался к S1 и потом широковещальной рассылкой отправился на все устройства. Смотрим. Эти шаги нам нужно повторить еще с PC8 и PC16. А также берем это открытый конвертик, который называется Add Complex PDU. Ищем PC8, где он. Вот он. Также указываем 255, 255, 255, 255. Пропускаем все, указываем только порядочный номер и время. Create PDU. И также PC16. И также PC16. Он вот здесь. Щелкаем по нему. Вот. Добавился. Также 255, 255, 255, 255. Также 1 и 0. Здесь больше ничего не меняем. Create PDU. И запускаем нашу широковещальную рассылку. И смотрим, что будет происходить. На этом все. У вас осталась только часть 2. Вам нужно будет посмотреть, что будет происходить в топологии и ответить на вопросы. А на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok